Здравствуйте, друзья! Панкратс на связи и сегодня у нас вновь будет обзорчик не для всех. Связано это с тремя моментами. Самый первый, но не решающий, представленный пивас это чистой воды подгон. Привез мне его подписчик Александр, за что ему громадное спасибо из далекой демократической социалистической республики Шри-Ланка. Это второй момент, но он опять-таки не решающий. А решающими для меня лично послужили следующие вещи. Во-первых, Сталут Лев описывается в книге известного пивного охотника Майкла Джексона. А это, на мой взгляд, не хухры-мухры. Во-вторых, данный пивас имеет довольно-таки высокие рейтинги на различных ресурсах, оценивающих пиво. Ну и в-третьих, хер я когда его еще попробую. Поэтому погнали! Правды ради, надо сказать, что проставили мне не только именитый Сталут, но и довески к нему. Это лагерь, а это его более прокаченный по градусам собрат. Однако обо всем будем говорить по порядку, а сейчас переходим к пивоварне. Если честно, я и представить себе не мог, что в таком месте, как Шри-Ланка, могут варить какое-то выдающееся пиво. Ну, остров и остров. Какие-то могут быть первые ассоциации с Шри-Ланкой. Цейлонский чай? Может, специи там или одежда какая? Но явно ведь не пиво. А тут, как назло, пивоварня, да еще с пескометром в XIX век, входящая в состав Кальцберг-группы, отправляющая свой пивас на экспорт в разные страны мира. Совершенно понятно, что местные аборигены в те времена сами вряд ли бы смогли основать что-либо пивопроизводящее. Поэтому за них постарался британский плантатор Сэр Сэмюэль Бекер, который в условиях благоприятного климата Нувора Элия, это город такой, начал поваривать пивасик для себя, ибо истосковался. На коммерческие рельсы все это дело стало в 1881 году, и впоследствии долго ходило по рукам, угадайте, кого? Правильно, людей с английскими фамилиями, которые в 1911 году основали Цейлонскую пивоваренную компанию. Постепенно, постепенно, выпуская свой пивасик, ребятки сформировали в 40-х годах XX века основной портфель сортов. Завоевали даже какие-то там медальки на пивных фестивалях, угадайте, где? Правильно, в Лондоне. Выпустили даже цельный пилснер в честь посещения Шри-Ланки в 1982 году королевы Елизаветы II. В общем, все это в итоге привело к тому, что в 1992 году Кайфсберг лицензировал компашку на варку своего пиваса прямо на острове, а спустя еще пару лет подтянулся и Гиннес. Про стаут Лев сам товарищ Джексон говорит следующее. Для начала, что крепость его постепенно возрастала. На иллюстрации в книге указано 7,5% алкоголя. В описании в книге 8,2%. А у меня на бутылке написано уже 8,8%. Далее, что долгое время сей напиток выдерживали в бутылках. Он по-прежнему не фильтрованный, но уже пастеризованный. Во вкусе пышет букет сливы, кофе, мокко и в окончании горький шоколад. Лагерь Лев имеет 4,8% крепости. Обещают фруктово-карамельный аромат с определенной толикой хмелевых ноток. Еще говорят, что оформление типа бомбическое. Черный и золотой цвета, роскош, шикардос, которые подчеркивают мордашку льва. Царя Саванны, символизирующего мудрость и власть. Крепкий лагерь Лев символизирует собой еще одну сторону животного, но уже явно напуханного и с клыками. В словах это выражается так. Пьяный Лев создает образ власти, силы и безоговорочной победы. С учетом крепости 8,8% я, пожалуй, соглашусь. Если у вас, дорогие мои подписчики, есть еще какие-то интересные пивасы на обзор, то можете смело писать мне в личку, а там договоримся. Давайте пробовать. Ну и давайте будем начинать с обычного лагеря, поскольку, как известно, повышать можно, а вот понижать не рекомендуется. Ну и как обычно, открываем и наливаем. Когда лагерь наливался в бокал, он прям зашкварчал, зашипел. В общем, реакция пошла, и СО2-ха потянулась от низа бокала кверх. Правда, она не особо активная. Ну да, есть какие-то пузырехи СО2-хи, и по своей консистенции и количеству реально напоминают газировочку. Вот обратите внимание, в принципе, выглядит достаточно интересно, особенно вот эти вот завивающиеся спиральками пузыречки, чем-то напоминает даже шампанское. Что касается аромата. Ничего не могу сказать плохого про запах, ибо это вот прям такой лагер-лагер. Оттуда даже горчинка прет, и, как мне кажется, эта горчинка больше давляет над солодом, то есть вполне такой хороший, достаточный запах. И вообще, мне кажется, чем-то он напоминает советское пиво, то, которое было из желтых бочек. Ну, а теперь давайте попробуем. А вот вкус уже, конечно, немножко начинает теряться и пропадать, поскольку хмелек здесь в большей части забивается с лачинкой солода. Но не могу сказать чего-либо абсолютно отрицательного, поскольку, ну, нормальный такой лагерок, удобоваримый, в принципе. И если бы я был в Шри-Ланке, то покупал бы его, в общем-то, на постоянке, поскольку, как я понимаю, там всего три пивоваренной компании, да, и с алкоголем дела обстоят не очень хорошо, насколько мне известно. Поэтому выбирать, как говорится, не приходится, но вместе с тем неплохо. Средне так, но уверенно-уверенно неплохо. И действительно, здесь при проглатывании начинают пыхать пузырехи CO2-хи, потом на языке оседает этот хмелечек такой терпкий. И все это дело обрамляется с лачинкой. Ну, я не знаю, как тут распинаться можно по поводу обычного, нормального, среднего лагера. Хочу лишь отметить, наверное, что это действительно неплохо. И со Шри-Ланки я, в общем, такого не ожидал, поскольку, насколько я помню, варианты из Африки меня впечатлили не особо сильно. А вот это, ну, ну, вполне себе. Можно брать и при большом желании можно всем этим делом наслаждаться. Я бы даже не сказал, что это какое-то шибко-чипсозапивательное пиво. Оно может существовать как вполне отдельный продукт и пригубить баночку Холодникова будет весьма и весьма приятно. Посидел я тут в перерыве, подумал, попричмокивал, но, пожалуй, прибавить к тому, что я уже сказал, мне нечего. Мы все-таки потихоньку стремимся к стауту, который для меня наиболее интересен. А вот это вот, ну, ну, неплохо. Короче, если вы в Шри-Ланке будете, то знаете, что лайн, лагер пить можно. Берите и, в общем-то, даже наслаждайтесь им на солнышке. Ну, а теперь крепкий лагерок. Что у нас там может с такой градусностью посоревноваться? Какой-нибудь Тетерев там или сибирская корона черная? В общем, не знаю, что это будет по итогу. Давайте посмотрим. Открываем и наливаем. Я в прошлый раз не сказал, но, как и в этом экземпляре, в младшем собрате в лагере тоже в составе присутствует рис. Что касается цвета, ну, я бы не сказал, что он явно мочевидный, хотя некая аналогия прослеживается, но больше всего, что мне не нравится, это то, что в данном пивасе плавает какая-то взвесь непонятная. То есть, реально какие-то частички чего-то там содержатся. Пузыри точно такие же, и даже есть заевающиеся моменты. Вот, посмотрите. Пенка аналогичная. Можно сказать, что она есть, но в то же самое время ее нет. То есть, она появилась и потом сразу же спала. Но с первого насколка, так сказать, на данный пивас я пока никаких ароматов не ощущаю, поэтому давайте я погружу свой нос прямо внутрь этого бокала. Ну, относительно, конечно. Что приятно, вообще ничего не выдает серьезность данного напитка. Обычный запах, обычный лагерь, как говорится. Нет никакой у меня внутри дрожи при употреблении этих 8,8. Поэтому... Поэтому-поэтому я, наверное, с чистой душой и совестью попробую. Хе, залпану, так сказать. Я вообще такие баночки шотами пивными называю. Вот и сейчас будет у меня пивной шот. Погнали! Йо! Хе, 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 сука. Вы знаете, я пил тетерев, пробовал, еще пробовал мишку вот в такой черной банке. Крепкий пивас. И даже сибирскую корону, крепкую, я тоже пробовал. Но, ехе, извините. Но ужасный свет. Я впервые в жизни, вот реально впервые в жизни пью крепкий пивас, в котором мне чувствуется водка. И это, ну, или спирт. И эта водка-спирт, она настолько явная, что у меня даже мурахи в мозгу поползли. Я, в принципе, чувак, вообще не употребляющий крепач. Ни в каких его видах даже в вино не пью. Но поэтому очень сильно реагирую вот на такие вкусы. И вот этот вкус, это чистая полнейшая жесть. Это просто адский лютый кошмар. При том, что, казалось бы, на первых секундах проглатывания ничего не выдает вот это вот скрытое коварство. А коварство настолько скрытое, что потом оно бьет такой спиртозной явностью вам в челюсть, что, я не знаю, все мышцы на лице должны как-то работать, выражая ваше презрение. Ну, возможно, по крайней мере, мое презрение от данного вкуса. Вы знаете, это вот реально. Когда мы с Василием снимали видео про Ёрш и мешали водку с пивом, то при некотором перебарщивании, так сказать, пропорций, водка начинает прям вылезать, вылезать на остатки. И вот здесь водка, я уж не знаю, но, видимо, пропорции нарушены настолько, что водка начинает вылезать не на остатки, а через несколько секунд после проглатывания основной массы. Я вообще на диких угарных эмоциях, поскольку такого адски лютого напитища я еще в своей жизни не встречал и не видывал. Это реально, блин, Ёрш в самой своей ужасной ипостаси. И, ну, хрен его знает, какой чувак захочет в здравом уме употреблять и вообще покупать данный напиток, если ты, конечно же, не колдырь какой-нибудь или если тебе просто нравится вкус водки. А может, знаете, типа этот пивас наливать по водярышным стопорям и такой бульк и селедочкой или там волосами чьими-нибудь занюхать. Ну, реально его хочется закусывать. Это лютая дичь. Еще, может быть, какая-то такая аналогия. Если кто помнит, был такой очаковский сидр в сосках по полтора литра и вот там вот так же явно на проглатывание чувствовалась вот эта спиртяга. В общем, я, наверное, не буду допивать, несмотря на то, что у нас сегодня гость заграничный, но пусть он, как говорится, за этой заграницей и живет. А у нас, у нас, даже на нашем внутреннем рынке есть экземпляры по интересу. Мне, кстати, любопытно. Так же от него будет, точнее, так же от него тряханет мозг, как от Балтики-9. То есть, вот, пойдут ли какие-то там глючные зашквары в голове. Но экспериментировать мы сегодня не будем. И переходим, наконец-то, к нашему обожаемому, я надеюсь, и вкусному стауту. Блин, у меня, короче, так забомбило, что я даже сходил перекурил этот вкус, потом долго-долго полоскал рот, поскольку я просто не представляю, для кого на Шри-Ланке делаются подобные напитки. Но, может быть, есть такие любители, которые вот любят, чтобы их накрыло прям под солнышком, под солнышком. В общем, ладно, бог с ним. Переходим к стауту. Как вы уже видели, производитель зафигарил себе на заднюю этикетку даже фотографию Майкла Джексона с бокалом в руке. В общем, любопытству ему нет предела. Открываем и пробуем. Что касается цвета, давайте посмотрим на мой софит и сделаем заключение, что нифига ничего не просвечивается. Реакция СО2-хи идет снизу, я вижу. Пеночку, пусть небольшую, но весьма аккуратненькую, ровненькую и даже, можно сказать, кремовую, я тоже вижу. А вот аромат такой, знаете, с явно прослеживающейся такой сливовой кислинкой, плавно переходящей в алкашку. Неплохо, наверное. Чем-то напоминает портвишок. Но, в общем и целом, запах весьма удобоваримый. Плюс, опять же, я его нюхаю сквозь пелену пены. Поэтому, могут быть какие-то обонятельные изменения, когда я эту пену сопью и уже попробую сам нектар. Давайте это и сделаем. Ну да, вы знаете, сливка прям тут такая явная. Даже, можно сказать, сухофруктная такая. Поэтому, ну, я даже как-то в небольшом недоумении, поскольку напиток, в принципе, неплохой. Однако ж, как-то уж и не шибко-то он себя выдающе проявляет. Вот вы глотаете, и сразу у вас пошла такая волна теплоты. И на параллели с этой волной теплоты у вас смежуются вот этот вот вкус сливки такой аккуратненький, аккуратненький, кисленький. Плюс, на него накладывается, безусловно, алкашка. От нее здесь никуда не деться. Правда, она не такая жесткая, как в крепком лагере от Lion. А в оконцовочке, где-то внизу, вот так вот ненавязчиво проявляет себя кофе. Все, казалось бы, есть. Все, в общем-то, как и описал известный журналист. Однако ж, ну, лично, как по мне, это не самый выдающийся напиток из стаутов, который мне доводилось пробовать. В разрезе Шри-Ланки, возможно, и даже, мне кажется, безусловно, неплохое детище местных пивоваров. Но в разрезе всего мира, да, в разрезе пивоварин, раскидутых по материкам нашей планеты, мне кажется, такой весьма посредственный продукт. Но приятно, что у этого продукта есть характер. Этот характер весьма явно себя проявляет. То есть, все вот эти вот вкусовые оттенки, которые заявлены были, они здесь присутствуют. Вот это хорошо. И 8,8 не такие напряжные, поэтому, поэтому посмаковать сей бокальчик или несколько таких вот бутылочек можно легко и просто под прикусочку к какому-нибудь там загриленному хорошему мясу. Поскольку пьется достаточно умеренно и небольшими глоточками, полностью-полностью себя раскрывая. Раскрытие, конечно, несколько переоцененное, ну, в масштабах книги Майкла Джексона. Тем не менее, оно есть и тем не менее, весьма и весьма неплохое. Все это соцветие вкусов приятно еще, что упирается в такую терпкую жоночку, которая остается на остатке и, видимо, не позволяет в полной мере раскрыться алкогольности. Мне нравится. Нормальный напиток, абсолютно ровный, ненапряжный, со всеми делами, которые мы любим в крепких напитках. Но, повторюсь, повторюсь, это не шибко что-то такое выдающееся. Но, вообще, я так полистал книгу Майкла Джекса, у него там есть разные абсолютные экземпляры, в том числе и не шибко выдающиеся, типа Бадвайзера, например. Поэтому в разрезе пива со всего мира, безусловно, приятный и интересный экземплярчик, который мне посчастливилось попробовать и который я испил с нормальным таким удовольствием. И именно, наверное, вот этим он интересен, что вот на таком небольшом островке выходцы из Англии начали варить весьма и весьма неплохое пиво, которое прошло сквозь столетия и до сих пор продается, до сих пор пользуется спросом и до сих пор имеет весьма и весьма неплохие рейтинги. Рейтинги, как мне кажется, заслуженные. Другое дело, что лично мое субъективное мнение оказалось таким, каким оказалось. Чего-то, мне кажется, в этом пиве не достает. Возможно, даже мягкости, которую бы придал ему овес. Вот если бы добавить сюда овес, было бы помягче. И все, возможно, бы во рту закручивалось иначе. Но имеем то, что имеем, что имеем, то ценим. 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 А тут, знаете ли, и запах подошел. Пенка ушла, можно и углубиться. И вот тут, тут мне, конечно, гораздо явнее проявляется именно чернослив. Знаете ж, сушеный такой, сушеный. Который кладут в воду, вот он там лежит. И постепенно, постепенно размокая, начинает пахнуть вот этим вот. Ну, и, видимо, плюсом сюда накладывается процент алкоголя и небольшое наследие от кофе. Запах прикольный, но не шибко, конечно же, будоражащий воображение. Вместе с тем, у меня вердикт по этому пиву положительный. И оно мне понравилось. Понравилось с небольшими, конечно же, замечаниями, которые я обозначил ранее. Если же вы не пробовали пиво Lion Stout, то, вероятно, никогда в жизни его и не попробуете. Если, естественно, не приедете на Шри-Ланку или в УАЭ. В УАЭ он, кстати, тоже продается. Вот. И там его где-то приобретете. Но я рекомендую это сделать, кстати, чтобы в очередной раз расширить свой пивной кругозор. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо, что досмотрели мой видосик до конца. Ставьте пальчики вверх, отмечайте в комментариях и не забывайте про колокольчик. Если вы на него нажмете, то будете первые узнавать о новых выпусках. Также я оставлю ссылочку в описании на свою группу ВКонтакте и Инстаграм. Там бывает интересно. Спасибо и до новых встреч. И да пребудет с вами пиво. Пока.